МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. У складанник веток до мемориялу, военно-историчная реконструкция, урочистый сход и святочный концерт. Сегодня у Гомеля означали 100-годовый юбилей милиции региона. Живела Гадовля, как приоритетный направок развития АПК. Шляхи повышения эффективности работы глины сегодня обмерковали у Рогачевским районе. Гомель фэшн-шоу. У областных центров пройшел первый фестиваль моды. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19-го красавика зверняется со 100-годовым посланием до белорусского народа и национального сходу. Об этом поведомили у пресс-службе белорусского лидера. На мероприемство, якое традиционно пройдет в овальной зале Дома у Рада, запрошены высшие службовые особы краины, члены у Рада, керавники органов держкерования, буйнейших предприемств, представники дипломатичного корпуса, сродка массовой информации. У послания будут концептуально адлюстрованы основные акценты в социально-экономическом развитии краины. З мест послания у тым лику вызначается, заходячи за анализу зворотов, что поступили на переды дни Великой Размовы с президентом, якая отбылася першого саковика. Кожный из таких зворотов был досканала вывучен и пропрацованы. Выступление Александра Лукашенко будет транслироваться у промым эфир на телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и первым национальным каналам «Беларусь-карады». Трансляция начнется у 10.30. Телеверсию послания покажут в вечернем эфире беларуських телеканалов. Сто годов на охове закону и правопорадку сегодня в Гомеле пройшли мероприемства с нагодой юбилея утворения Управления внутренних справ Гомельского облаконкама. Первая урочистость этого дня – ритуал ускладания кветок до мемориального знака милиционерам, которые загинули при выполнении службового и воинского обовязку. Хронология святочных подей в сюжете Марины Джалой. Почались юбилейные мероприемства побачь с этим помником, который добро вядом и каждому гомельчанину. Он размещается каля Управлению внутренних справ Гомельского облаконкама. Сюда пришли ветераны органов внутренних справ сегодняшние работники керавництва службы. Для их мемориал – символ верности супрацовника внутренних справ своему народу, а так само место памяти для родных, трагично загинувших. Протягнутся мероприемства с нагодой 100 года утворения Управления внутренних справ Гомельского облаконкама побачь с Палацом культуры Чигуношников. Тут военно-гисторичное клубное объединение «Гонор-мундира» литерально празд некальки хвилин на распоршне реконструкцию под назвой «Справа банды Гауриленки». Группа укоорудовала наприканцы 40-х годов минулого стаходя на территории Кармянского, Будокошалевского и Журавицкого районов. В вынику злажены работы милиции. 15 ею удельников осудили. Для реконструкции этот эпизод был обраны в тем лику из-за массовости бандитского формирования. В вынику постановка оказалась вельми видовищной для глядачу, а у организаторов заявилась махтшимость запросить большую колькость удельников. На этот раз их было около 30. Он был не из самых массовых эпизодов, потому что мы понимаем, что преступники есть один, два, три человека, но там при задержании было около 17 человек. Поэтому мы взяли, во-первых, фотографии, есть много интересных статей. Ребята достаточно очень похожи на тех преступников. И взяли этой массовости, потому что очень много ребят хочет поучаствовать. Поэтому нам немножко здесь исторический факт был основан в первую очередь на большом количестве задействованных лиц. И со стороны работников внутренних дел, и со стороны бандитов. Среди удельников реконструкции и иншие белорусские военные, историчные клубы и энтузиасты. Нас пригласили наши друзья, так сказать, соратники по реконструкции в ваш город, отметить замечательный праздник столетия МВД. Мы рады всегда участвовать в подобных мероприятиях, готовы на любые встречи. Что касается формы мундирования и всего прочего, это заслуга всего нашего коллектива. Такую реконструкцию военно-историчное клубное объединение «Гонор-мундира» провело у першиню. Скрупулезная подрыхтовка завершилась литерально за некольких годин до начала представления. Поглядеть, как на улице Гомеля разгортывается соправный детектив, а кроме запрошенных гостей пришли сотни жихаров и гостей города. Правдоподобности додала вельми гучная перострелка. Почас таких узбройных захопов, до решения одной, гинули супрационники гомельской милиции. К тому уголовное пожелание подчас юбилею угодно нести свой обовязок перед родимой и людьми и за уседу вертаться до своих семей живыми. Таких вот подвигов немало в истории, в столетней истории гомельской милиции. Дай Бог, чтобы подобных происшествий было как можно меньше, но гомельчане, да и все жители Республики Беларусь знают должны, что правоохранительные органы, в частности гомельская милиция, всегда готова защитить своих граждан от преступных посягательств. В залах Палаца культуры чугуночников экспозиция зброи. Уся рабочая, але, зразумела, незарадженная. Тому на ее можно было не только глядеть, дозволялось брать у руки. Подчас экскурсии по выставе гости кажут, что такое узброение надеянное, але лепшим корыстаться, як маха радей. Сегодня органы внутренних дел в Гомельской области отмечают свой столетний юбилей. Это большая история, которая прописана и кровью, и подвигами, и афганской войной, и 90-е наши годы. Это еще Чернобыль. Все они были призваны в тот момент, когда необходимо это было Родине подставить плечо. Они всегда справлялись со своими поставленными задачами. И опошний аккорд мероприемств, урочистый сход и святочный тетрализованный концерт. Там ты-ка сниму на запах, ей в другую сторону. Украдили комсомольцы, на гражданскую войну. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля усталевали памятный знак у Гонорстагодзе с дня утворения Гомельского отдела внутренних справ на транспорте. Памятный знак разместили на супраць администрационного будинка отдела. На вокал высадили яблоневую аллею. Текст на дождь завершается девизом усих офицеров. Служим закону, народу, айчыне. Средства, которые были потрачены на создание, установку памятного знака, собирали мы личным составом. На офицерском собрании было принято решение установить этот знак. И в торжественной установке сегодня мы его открыли. Сегодня в Рогачевском районе обмерковывали шляхи повышения эффективности работы Живелогадоджей Галины. На областную нараду запросили керувников усих районов и их наместников, які отказывают за работу АПК. С удельниками семинара сустреліся наши корреспонденты. Подстава для проведения семинара – необходность повышения объему и якости Живелогадоджей продукции. Нельзя казать, что на местах не ведают, что необходимо робить. Але выконываются технологии не у сімі и не у сюды. Подчас проведения семинара и ашер знагадывается – важно усе. От строгого выконания технологий гадавания до проведения ветеринарных мероприемств. Особливая увага про зоны дисциплині и особистые отказности за вытворшие показчики. У якости прикладу называется «Саугаз-комбинат Зара» Мазырского района. У этой господарцы летось зарегистрованы самые высокие в Гомельской области надой – 9571 кг на корову. Что это значит, удельникам семинара расслумачивать не треба. При надоях у 7 тысяч литров отриманных доходов хапаека полностью окупить усе затраты, иметь достатково значный прибыток. Не просто ради валового производства показателей, а ради экономики. Поэтому, действительно, это больше, чтобы получило хозяйство выручки, выручки на одного работающего, ну и, конечно, увеличение заработной платы. Поэтому сегодня, если в целом говорить о Мазырском районе, то у нас за последний месяц 930 рублей среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила. Если по заре, то это более 1300 рублей на одного работающего. И еще одна складающая якость кормов. Дроби зевнема. Трехразовое кормление с обовязковым набором витаминов и микроэлементов. От калия и магния до кобальту и йоду. Тут так само есть над чем прессовать. Минулый год был не самым сприяльным. Протяглая засуха повпливала и на объемы, и на якость нарихтованных. Каким будет этот год, не ведет никто. А тому основная увага на минимизацию мягчимых наступств капризов природы. Зараз начинается сяуба за сход стольевой кукурузы, якая складает основную частку кормов. Кали прозвать по технологиях и вытримать оптимальные термины, можно различовать на поспех. Причим хвалевать это повинно и керовников сельскохозяйственных предприятий, и самих висковцев. В решете, размовы идут об их добробитии. На сегодняшний день сев производят все районы Гомельской области. Пасея на около 7% площади кукурузы. Ежедневно в сельскохозяйственных предприятиях эта работа идет с более высокими темпами. Каждому дню прирастаем. Необходимо выходить на 12-13 тысяч гектар сева кукурузы ежедневно. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук. Телерадо-компания «Гомель», Рогачевский район. Посяжение Республиканского совета директора установ профессийно-техничной и средней специальной адукации распочалось сегодня у Гомеля. Программа различена на два дни. У плане наведывания предприемства у адукацийных установ пленарная частка. У таким масштабным формате члены совета сбираются два разы на год. Зараз обмерковывают особливости оптимизации сетки установ профессийной адукации. Процесс актуальный для усёй краины. Кожный регион проводит оптимизацию, уличывающую специфику своей мясовости. Недель лепш развита промысловость на иншей территории сельская господарка. От этого и залежит будущее профессийной адукации в регионе. То, и какие специальности будут запотребованными, а какие не выкликают интересы у выпускников. Мы хотим посмотреть опыт работы именно в Гомеле. Оптимизация здесь пошла немножко, может быть, не по направлению объединения учебных заведений, а всё-таки по тому, чтобы найти формы образовательного процесса, чтобы можно было задействовать ту базу, которая есть сегодня у профессионального образования, и максимально её использовать с пользой. То есть, как можно больше учащихся привлечь. У них опыт отдельный, он отличается от опыта других регионов, потому что они относятся к оптимизации очень продуманно, анализируют. То есть, у них, может быть, на первый взгляд, если мы посмотрим, он идёт медленными какими-то темпами, да, ну, допустим, не так быстро, например, как в Ветевской области, как в Гродненской области. Но мы, например, списываем это именно на то, что они очень тщательно подходят к оптимизации сети учреждений образования. То есть, они очень продуманно при взаимодействии с организациями, заказчиками кадров, учитывая социальный запрос. Полицкий державный радиационно-экологичный заповедник открыли для туристов. Тут проводят экскурсии для ожидающих на властные вочи, убачиваясь, в каком виде зараз находятся отселенные вёски. На территориях я ещё недавно забороненных для наведывания побывал наш корреспондент Олег Сентюров. Экскурсии по территории зоны отчужения у Полицком державном радиационно-экологичном заповеднику начали организовывать на праканце минулого года. За этот час тут побывали туристы из России, Германии, США и Украины. Але першинство в этом списе належит туристам из Польши. Минавито зимы наша здымочная группа сустракается у радиационной зоне. Правда, самих замежных гостей. Факт заброджувания этой территории не вельми хвалюю. До экскурсии кажуть рихтовались, а тому ещё дома знайомимся с отповедной навуковой информацией. Не боялся радиации, потому что уровень позволяет на то, чтобы здесь находиться спокойно, без страха за свое здоровье. За час путешествия на самолёте можно получить ту же дозу облучения, которую мы получаем здесь за всю экскурсию. На наибольших забродженных территориях узровень радиации превышает натуральный фон на малю тысячу разов. Правда, у такие мястины туристу не повезут, тем больше, что и в больш чистых вёстках можно убажить шмат цикавого. Былый населенный пункт погонная, сегодня минавито так учить, ягу официальная назва. Потерпел двойчив. Под час великой очины ягу полностью спали лекарники. У 1986-м я он оказался в 30-ти километровой зоне отчужения. Людей отсюда вывезли. Простый день после аварии на ЧАЭС. Туристу, здаётся, цикавить и всё. Правда, брать нечто на память никто не разыкует. По-перше, такая речь может быть достаточно забродженной, тому небеспечной. По-другому, это категорично заборонено. У одрознений от проведения фото и видов с дымок. У вёста погонная туристы могут наведать сельский клуб. В 1986-м годе ясковцы поспели светковать тут пеша май и рактовались в социальный день перемоги. Специально до этого свято сюда привезли киностушку на военную тематику. Правда, зараза да и засталась только одна бобина. У середнего один день наведывания зоны отчужения. Обыходится туристам у 60 рублей. Сегодня тут працуют два маршрута, але зараз разглядается макшимость, отключая ященья каких. А про чатого распроцовываются буклеты по лесным державным родацинам к логическому заповеднику. И сувенирная продукция. Со снижением минулого года зону отчужения наведали каля 80 замежных туристов. В департаменте по ликвидации наступства катастрофы начальств погаджаются. Не вельми шмат, але додают, что это только початок. У нас нет самой атомной станции, у нас нет города Припять, который востребован и хотят видеть туристы в Украине. Но у нас есть своя изюминка. У нас также есть населенные пункты, есть, как мы говорим, заброшенный город. Это солнечный, который хотят посетить. А также есть уникальная природа. У нас зимой можно приехать и посмотреть зубров, зубропитомники, когда идет подкормка. И также в самом заповеднике можно встретить различных животных. Поэтому мы рассчитываем, что данное направление будет развиваться. Подороже по зоне отчужения завершается контрольной проверкой у здоровья радиации на руках, одень и обудку. При жадании можно проверить так самофото и видоаппаратуру. Перевышение у допущенных узровнев не зафиксовано ни у кого. Олег Сентяров, Евгений Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Полевский державный радиационно-экологический заповедник. «Гомель фэшн-шоу» – первый фестиваль моды и стилю собрал у «Гомелі» дизайнеров, стилистов, фотографов и блогеров. Наша здимутичная бригада так само завітала на это мероприемство. С подробностями Ганна Корольчук. 400 моделей, 100 человек команды и два месяца подрихтовки. «Гомель фэшн-шоу» стала значной подеей для всех аматоров стилю и прыгожости. По словах организаторов, модные показы наведают больше за тысячу гостей. Это целиком каже про то, что нашему областному центру не хватает таких мероприемств в формате «ты дня моды». Задумка была до мной, у меня и у Марины как-то случайно поговорили и вот сошлись на общем, что надо организовать, надо попробовать, надо дать возможность поучаствовать всем модельным школам, модельным агентствам нашего города и Беларуси для того, чтобы было развитие и в нашем городе. Ну и больше познакомить с наших жителей о том, что мода существует и мода есть в нашем городе. Есть прекрасные дизайнеры в нашем городе, которые тоже представляют сегодня коллекцию. Модные показы поделялись на блоке, у каждого из которых дизайнеры представляли коллекцию оденья «Весна-лето-2019». Удельники, как ведомые белорусские, российские и турецкие вытворцы, так и перспективные молодые дизайнеры. Так, например, модели дефилевали у оденья от Людмилы Лобковой и Николая Морозова. И они показали вопротку класса «Прета-Порте» – повседенные модели для массовой вытворчести. Гомельский дизайнер Юлия Радова подрехтовала коллекцию вечерних сукенок. Разынкой, можно сказать, новацией фестивалю стал выход так званых нестандартных моделей. Жанчины, которые не уписываются в обычные модельные параметры росту, ваги, обуз роста, упевненно выходили на подыум на ровне с профессийными манекенщицами. Людмила Воинская, например, представляет Жанчин плюс сайз. Я ее помер оденем 54-56. На самом деле я вообще ничего не ожидала. Я пришла просто на пробные занятия посмотреть. Ну, понравилось, как девчонки ходят на каблуках. Я не умела абсолютно ходить на каблуках, но буквально уже за два занятия я уже уверенно щеголяла. Лично я очень много вижу в себе изменений. Я стала более раскрепощенной, более женственной. У нас проходятся такие уроки, как по психологии, они очень помогают женщинам. А Наталья Тимофенко пришла в моделингу уже на пенсии. После долгой працованной деятельности у якости инженера, выкладчика и продавца в 60-х годов она увособила свою мару и окунулась в свет моды. А сейчас мне очень нравится быть моделью, потому что в нашей жизни не так много ярких моментов, прямо скажем. И когда ты приходишь на подиум, то, конечно, душа раскрывается, поет, адреналин играет. Ты себя ощущаешь женщиной до кончиков ногтей просто. И возраст тут никакой роли не играет. Если ты женщина, значит, ты женщина в любом возрасте. Усе вырученные от квитков сродки организаторы накируют на доброчинность. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Переходила железнодорожные пути в наушниках и смотрела в телефон. Очередная трагедия на железной дороге. В Рогачеве под поезд попала десятиклассница. Наезд произошел накануне около половины шестого вечера прямо на железнодорожной станции Рогачев. Девушка возвращалась из школы, шла по пешеходному переходу на вокзале станции Рогачев, слушала музыку в наушниках и что-то смотрела в телефоне одновременно. По станции проходил грузовой поезд, состоящий из 78 вагонов. Машинист увидел переходящую девушку, подал сигнал большой громкости. Она этого не услышала. После этого машинист применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд не удалось. Девушка была сбита поездом, отлечила в результате этого на 10 метров, ударилась задней частью головы и впоследствии скончалась больница. В этом году это уже четвертый случай травмирования людей железнодорожным транспортом на территории Гомельской области. Все они закончились смертельным исходом. Правоохранители просят быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных путей. Пострадать от техники можно где угодно и как угодно, даже на огороде собственного подворья. В Гомельскую областную клиническую больницу накануне был доставлен житель деревни Телеши. 53-летний мужчина получил травму при падении на культиватор в огороде своего домовладения. Нашел чужой кошелек и решил, что повезло. Однако счастье длилось недолго – всего 10 дней. Гомельчанин за присвоение чужого имущества попал под статью Уголовного кодекса. В воскресенье 7 апреля 45-летняя женщина, находясь в одном из магазинов торгового центра по Реческому проспекту, обронила кошелек, в котором находилось более 400 рублей, документы на автомобиль и банковские карты на ее имя. Узнав о пропаже, женщина заявила в милицию, которая спустя некоторое время установила личность разыскиваемого гражданина. Как выяснилось, кошелек подобрал 65-летний мужчина, который решил находку оставить себе. Похищено и изъято, возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством Республики Беларусь, отверненная либо оставленная вещь в магазинах, учреждениях здравоохранения, административных зданиях должна быть вращена владельцу, либо передан администрации, либо сдана в орган внутренних дел. Иначе лицо, присвоившее данную вещь, может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кража. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра поединками в Минске и Гродно стартует четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Минск принимает Могилевские дня про. Неман сыграет с Витебском. В субботу 20 апреля Мозырская славя ждет в гости действующего чемпиона страны Борисовский Батэм. Поединок пройдет на Мозырском стадионе «Юность» с начала в 15.00. Закроет игровую программу четвертого тура матч в Гомеле. В воскресенье 21 апреля зелено-белые сыграют с солигорским шахтером. На поле стадиона центральный стартовый свисток прозвучит в 19.45. Последний просмотр накануне первенства Европы. В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по боксу среди юниоров. Соревнования посвящены памяти воинов-интернационалистов, которые погибли в Афганистане. За награды спорят спортсмены из Беларуси, России и Украины. Нынешний турнир памяти воинов-интернационалистов 20-й по счету. Соревнования занимают важное место в календаре юных боксеров. В конце мая в Румынии состоится первенство Европы по боксу среди юниоров. Сборная Беларуси, которая отправится на континентальный форум, в полном составе присутствует на гомельском турнире. За поединками внимательно следит и тренерский штаб. Этот турнир у нас как этап подготовки входит в модель подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 22 мая по 2 июня в Румынии. Здесь у нас уже последний турнир, в котором мы конкретно есть веса, в которых мы еще посмотрим, где были на первенстве республики спорные веса. И здесь их еще просмотрим. И в принципе у нас остается один сбор в стайках и участие в первенстве Европы. В числе сборников, кстати, два представителя Гомельской области – это боксеры-зречицы Дмитрий Борисов и жлобенчанин Егор Симаков. Поединки против спортсменов из России и Украины, несомненно, считают тренеры, пойдут на пользу белорусским боксерам и помогут подготовиться к первенству Европы. И здесь все первые номера сборной республики участвуют. Ну, плюс еще к ним, конечно, добавили здесь у нас и команда из России, с Украины, которые так, ну, в принципе, будет неплохо с ними нашим первым номером, где-то парчу стоит посражаться. За медали на турнире памяти воинов-интернационалистов борются более 80 боксеров. Поединки проходят в зале бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Финалы состоятся 20 апреля. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.